сегодня обалденная погода обалденная вечером так здесь переполнено много людей а с утра никого вы видите наш стадион исчез ну наверное еще лучше стало вид красивый открылся я вся взмокла так быстро шла полчаса надо до марины полчаса обратно так правильное питание и я как всегда делюсь с вами своими вкусными рецептами полезными друзья сегодня я буду готовить на завтрак себе нутовые оладьи вот я вчера купила муку вы видели ее нужно 240 грамм я взвесил все взвешу на весах сухие ингредиенты это мука соль 1 3 1 3 часть чайной ложки сода 1 4 чайной ложки 3 столовые ложки оливкового масла и 240 грамм муки нужно перемешать потом добавить триста сорок грамм воды и закрыть пленка и оставить на полчаса и потом буду выпекать вкуснятину думаю что эндеру тоже понравится смотрите какие получились у меня знаете какие они вкусные обалденно вкусные я просто советую делать готовить из нутовой муки эти оладьи ведь они полезны и не наносят вреда приятного аппетита вами мне так мои дорогие как же я без вас приготовила такой салатик из брокколи авокадо видите чили перчик пекинская капуста лук петрушечка и лимон или оливковое масло вот конечно это я половину оставлю для эндера потому что ему нравятся мои новые салатики приятного нам аппетита позже посмотрите какие красивые блюда я начала готовить и перепелиные яйца маленькие они красиво индейка и шпинат приятного аппетита мне всем привет мои дорогие иду по набережной и увидела что девочки как идут такие хорошие девочки видно какая-то команда может быть футбольная может быть баскетбольная может быть волейбольная все такие накачанные красивые молоденькие из турецкой команды не знаю я их увидела красное пятно вначале как бежала как бежала вот уже 5000 прошла его поснимаю сесть надо также в упор не буду снимать правильно же тут хорошие девочки такая вот у нас команда спортсменок как будто замечательная была сначала облачь на одном посмотрите какие цветочки красивые со всех сторон многие знаете какие мужеподобные думала сначала парни со стороны вот идет да с короткой стрижкой нашли себя в этом спорте каждый находит себя в этой жизни сегодня читала комментарии ваши вы говорите что видите в моих глазах грусть это видео когда вы увидите уже пройдет еще какое-то определенное количество дней не знаю как хотите так и думаете но я когда снимала то видео знаете что у меня было уставшая во-первых первая неделя даже первые две недели марафона они естественно тяжелы для организма ведь я же не только занимаюсь ходьбой у меня же еще целый полный рабочий день говорите там в одиночестве гуляю с утра за мной никто не угонится не мой муж никто поэтому мне лучше в одиночестве проходить и какое-то время я должна посвящать себе собраться с мыслями настроиться на на рабочую неделю на рабочий день ведь вы же планируете когда встаете с утра то же самое у меня происходит я сама по себе такой человек который стремится развиваться идти вперед мой муж другой человек вот он поэтому говорит вы русскоязычные и славянки там но русскоязычные вы не можете стоять на месте да как наши вот женщины есть но он так говорит мотор моторчик ты настоящий вот что-то делаешь там и он мне не мешает слава богу в этом развитии потому что я без этого умру наверное я сама по себе такой человек достигатель да если у меня цель поставлена то я его идти к ее исполнению на сто процентов как бы мне трудно не было вот например что касается до питания я последнее время уже ни в чем себе не отказывала все кушала даже хлеб с вареньем вечером с чайком попивала конфеты горсть могла покушать перед сном фруктов нажраться можно так сказать извините за грубость но когда мне сказали что это нельзя значит мой мозг сыроя среагировал это нельзя даже сейчас себя на ловлю на том что как нам запретили белые продукты и кофе растворимое пью по утрам рука тянется к сливкам вспоминаю что это белое и кладу только себе ложку кофе понимаете я уже знаю что нельзя что я должна проверить себя в очередной раз даже многие люди могу сказать вам проходят пост мусульманский христианский ведь они же работают собой это же во благо их здоровью во благо их души все происходит и у меня тоже самое это называется аскеза отказ от каких-то запретных продуктов вот это я и делаю и это я и работаю это я и прорабатываю сейчас это же не постоянно будет это будет какое-то определенное количество дней и это надо пройти поэтому я выгляжу так красиво такая молодая и вообще не чувствую свои 50 мои дорогие потому что я постоянно что-то с собой делаю а если бы я себя запустила и чтобы было бы на себя противно смотреть становится когда я себя запускаю и надо чем-то жертвовать чтобы омолодить свое тело омолодить свою душу и то что я выхожу с утра это для меня большой плюс я не хочу ни с кем свое утро разделять я хочу побыть собой мне очень много чего приходит на ум умного вот я взяла блокнотик буду записывать я хочу изменить свою полностью жизнь да о богу спасибо что сейчас происходит со мной я действительно счастливый человек если вы знали какая у меня была жизнь до моего замужества с индером как мне было сложно все тянуть на себе всех тянуть все тянуть не было никакой защиты я всю жизнь карабкалась и защищала сама себя вот мамочка моя меня защищала так в каких-то ситуациях когда могла а так очень было много проблем и за все приходилось думать сейчас я расслаблено и почему грустно ну может быть грустно будет конечно грусть вы видите потому что иногда хочется допустим деток потрогать понянчить полоскать их но это все знаете как хочется временно не хочется мне честно скажу постоянно в этом процессе жить не хочется я вам откровенно это и признаюсь и никому не хочется я не хочу допустим я люблю гостей но гости на то и гости с кем-то еще жить я не хочу и мой муж тоже не хочет гости пожалуйста какое-то определенное количество дней там месяц два можно это пожить ради гостей какие-то ситуации бывают один-два дня гости но остальное пространство мы уже не в том возрасте чтобы подстраивались под мир пускай мир подстраивается под нас а если нам не нравится мы говорим нет я так считаю это касается и таких негативных людей и вроде бы сначала поначалу да знакомишься человек такой классный такой классный разговариваешь когда по телефону думаешь о блин это такой же мой наверное но сколько разочарований потом потому что люди очень часто что делают они выпускают слова на ветер можно так сказать как шарики в небо выпускают я таких людей не уважаю я могу их один раз послушать два но постараюсь от них уйти подальше почему потому что я человек слова я дисциплинированный лучше я не скажу если не пообещаю это сделать и с каждым днем я так разочаровываюсь во многих людях очень я не люблю обман я не люблю когда из меня делают дурочку и не позволю собой так поступать уже может по молодости я позволяла использовать себя многим но сейчас уже не то время а вы знаете я заметила что вселенная вот таких людей от меня отстраняет сама за что ей большое спасибо не надо мне много усилий люди сами такие негативщики врунные обманщики уходят из моей жизни я сама по себе человек такой добродушный душу отдам за любого если я почувствую если я почувствую отдачу искренность честность в этом человеке но если я почувствую негатив какой-то злость зависть это уже не мое конечно я буду стараться быстрее от него отойти вы знаете как вы можете проверить своего близкого человека который вы который вы думаете что он ваш друг да купите себе какую-то шикарную вещь или посмотрите на его взгляд и мнение когда вам что-то такое огромное подарят если вы выиграете лотерею вот вы тогда посмотрите на его реакцию ведь когда нам плохо когда вокруг нас тысячи друзей тысячи друзей все такие сочувствуют бедная несчастная а когда вам хорошо когда вам хорошо оглянитесь много ли людей будет поддерживать вас искренне радостно вот именно сердцем поддержат вам нет и вот так же происходит у меня на ютубе я это заметила когда я показываю свою жизнь с моим мужем ну столько видят негатива именно в наших отношениях с мужем что он на камеру не хочет сняться что он зажрался и тому подобное что он пакет как-то грубо бросил боже мой мои дорогие ну откуда вы знаете как у нас жизнь происходит вне камеры если человек не любит сниматься конечно у него будет такая реакция если я пять лет уже рядом с этим человеком это уже о чем-то говорит конечно у каждого человека есть плюсы и минусы но этих минусов настолько мало в моем муже что даже когда что-то начинается какое-то бурчание там и какое-то да я его даже не слушаю потому что я знаю что он в него плюсов много он должен выбросить негатив на ком-то я вспоминаю свои бывшие отношения это что было сейчас этот мужчина сделал меня счастливой я почувствовал себя женщиной это общение с ним это просто влюбленность постоянная как он это все рассказывает какой он какой он у меня нежный какой он у меня ласковый именно своим взглядом не то что сейчас прямо лезет целуется да это ласковость не в этом я ощущаю а я говорю вам о своих чувствах во время разговора ведь он душу меня вкладывает своим взглядом улыбкой он все хочет пытается мне что-то рассказать вы не понимаете это и вот радость которую я испытываю я показываю вам многие видят в нем негатив критику я считаю что тот кто это видит значит это чужой для меня человек поэтому я не обижаюсь я не заставляю вас любить меня конечно кто я такая чтоб вы меня любили прямо пишите что хотите это ваше мнение может вам напишите мне вам станет лучше и я буду и это будет тоже хорошо для меня плюс пишите мои дорогие но я не собираюсь показывать вам наши ласки маски это видео наверное 10-15-20 минут ой мухи съели меня блин видео длительностью несколько минут а у нас пять лет жизни прошло вы понимаете так что судите сами и этот пример когда нам хорошо и кто за вас сердечно искренне порадуется вот тот истинный ваш человек ваш дружок ваш любимчик и также дарите ему такую же искренность и любовь взаимность ну что мои дорогие вот с вами душу открыла вот уже и видео получилось очередное одна подписчица мне вот что советует пускай ваш муж купит машину хотя бы дешевую пускай хоть сделает ремонт моя дорогая ну что а вам какое дело до моего мужа и до моей жизни я счастлива и все я живу с этим мужчиной и буду я на автобусах ездить да мне нравится ездить на автобусах я прожила давно на машине своей каталась я очень я испытываю удовольствие на автобусах когда мой муж смотрит мне в глаза держит за ручку и все объясняет а за рулем он ничего не объяснит мне я иногда даже говорю давай аж сядем на автобус который едет далеко далеко просто покатаемся так что вам откуда это известно как мне с моим мужем что вы советуете насчет квартиры откуда вы знаете какие у нас планы насчет квартиры насчет машины насчет ремонта это наша жизнь если вам не нравится то что я показываю и не нравится моя квартира и не нравится мои поездки на автобусе уважаемые отпишитесь и не смотрите не раздражайте себя видно я ваш раздражитель и не портите себе нервную систему отпишитесь пожалуйста смотрите тех у кого есть все в этой жизни а я хозяйка на моем канале что хочу буду записывать как хочу и как моя душа хочет когда мне указывают вот что мне делать вот это мне тоже не получается да у меня своя жизнь свои планы свои инсайты идеи так что вот сегодня такой был разговор по душам надеюсь мои дорогие подписчики меня поймут что я хотела донести до них ну а кто не поймет можете отписываться и желаю вам счастья любви и долгих лет жизни а я пошла дальше домой начинаем главной роли эндерата вот он показываю его сниматься хочет уже приезжал я пришел с базара говорит я разошелся я ему сказала возьми только огурцы а он разошелся не альдин дур он не айч он открывай показывай не мандалина 2 лире татлы ма аж 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 пекинская капуста не 6 лир 6 лир фасоль 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 6 лир килограмм там огурцы салаталык 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 3,5 килосы 5 лир аж 3,5 на 4 пардон испанак 6 лир испанак видите как он заботится обо мне переживает что я голодная килосы 7 лир он же китаны 2,3 лир 7 лир килограмм доматез 8 лир я попросила ему чуть-чуть мне таких сладеньких маленьких 8 лир килограмм ага черри черри салаталык салаталык нане я хочу мяту нане аж нане 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 сана дима самую большую взял нане у нас только капусты ашки аферинси елли салат амазана бегиндин димео кюзелья пары короче понравилось 5 лир парды 6 лир я когда приготовила по моему рецепту ему очень понравилось сегодня будем готовить ашкин лабирабир ежес насл бендидин знаете что я сказала карны бебер карны бебер я сказала он говорит такой карны бебера еще не видела ахахахаха молодец молодец аферинси ашкин некадар хэп одедин вот это все 50 лир вот это все 50 лир аферинси 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 екси 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 друзья мои посмотрите какой у меня красивый ужин вы знаете какой он вкусный это вот покеры покоры по коры из цветной капусты я забыла что это капуста и тут салат и горох потому что они напоминают мне курицу очень вкусное сытное блюдо настолько мне нравится это меню мой муж сегодня вы видели сколько купил какую большую капустину он купил посмотрите огромную капустину купил фруктов купил ему все нравится это мое вот тут а тут я ему на таком растительном масле жарю на масле многом посмотрите сколько у нас капусты вот пекинская брокколи все я заразложила поэтому я решила сейчас свежий закупку свежую сегодняшнюю положить на балкон я шпинат немножко должен подсохнуть да сегодня я не буду точно с ним возиться это вообще столько времени занимает ну вот моя любимая мята сейчас я это все промыла видите как у меня никак не заканчивается это дела у меня боже ты мой действительно мое блюдо выглядит просто обалденно фантастика